так ну что приступаем к изготовлению силиконового молда я уже обработала поверхности разделительной смазкой закрепляем нашу заготовку который который будем делать отливку на горячий клей приклеиваем к дну формы ждем когда клей схватится чтобы наша форма не всплыла а тем временем замешиваем силикон а теперь все это замешиваем в течение пяти семи минут хорошенько перемешали теперь можно заливать так ну что приступим к проверке результата здесь у меня залит бетон белый из леонардо вот формы я сама делала сейчас будем проверять а это знаете вот как можно отличить сразу чей значит кто заливала форму человек или купленная в этом на алиэкспрессе но здесь вопросов нет что потом не будет что это куплено все где-то там ну вот так вышло потому что мне не хватило силикона и чтобы его поднять уровень потому что мне нужно было чтобы за много побольше здесь было потом было нормально мне пришлось понатыкать подручных средств то что время жизни силикона небольшое ну в общем вот а здесь залит пластикрит так ну что могу сказать тверденький у него еще не прошло 48 часов заявленное прошло 24 часа но он уже можно сказать застыл полностью вот я ему еще дам какое-то время надо будет шлифануть вот так смотрите вполне себе надо будет довести у дома и это он достаточно увесистый тяжелый вот мне нравится текстура что она не как пластик выглядит а именно как бетон вот этого я и хотела вот он не чисто белый он такой но цвета камня что мне тоже нравится об красота самое важное знаете в этом во всем что что мастер модель вырезана мной пластикрит намного прочнее конечно чем бетон выглядит прям как костяшка это я не знаю почему наплыв такой получился а нет хотя знаю потому что я в два раза заливала это все придется выравнивать в принципе отпечаток хороший и вот это все убирать надеюсь хорошо поддается шлифовки не надо было до конца заливать вот есть какие-то такие нюансы и кулаки не залились потому что они находятся так вверх надо будет с этим что-то думать почему так получилось как-то вот он не затек туда вверх получается но здесь я уже буду вручную дорабатывать меньше вот эти зубки и увеличу клычки но ничего в принципе я тоже довольна а это будет кашпо вот собственно разница между ними по цвету и по фактуре как вы заметили по среднее время я снимаю очень мало видео практически ничего не выставляю но на самом деле это не так я просто перешла в тик ток ссылочку на свой аккаунт в тик ток я оставлю ниже если есть желающие кто хочет наблюдать за моим творчеством просто переходите и подписывайтесь всем спасибо за просмотр до новых встреч а